В октябре в Сочи прошли учредительные собрания новых общественных организаций. Местом проведения явился офис, предоставленный парламентом причерноморских адыгов-шапсугов Адыга-Хаса. Практически одновременно были созданы общественные организации «Союз греков Сочи» и «Союз армян Сочи». Необходимость создания общественной организации «Союз армян Сочи» была вызвана низким уровнем доверия к ныне уже действующему Союзу армян России. Это было продиктовано не только мнением учредителей организации «Союз армян Сочи», кстати говоря, в которую вошли представители разных слоев армянского общества в Сочи. Это прежде всего учителя, экологи, рабочие, пенсионеры и предприниматели. Мы должны не забывать, что мы сочинцы и город Сочи должно быть лучше всех городов не только страны, но и желательно мира. Мы знаем, начиная от президента и кончая председателем Совета Министров, значит, все за то, чтобы народ жил хорошо. Но народ наш еще не дошел до того уровня, чтобы сам себя защищал. Откуда берутся, мы говорим, коррупционеры, чиновники и прочее. Мы народ сами создаем. Кто им дает взятки? Народ дает. Переставайте давать взяток, а требуйте то, что надо. И будет все нормально. И сегодня Координационный Совет и общины, которые есть у нас в стране, опять же повторяюсь, что и президент, и премьер-министр о чем говорят? Что общественные организации должны входить в жизнь нашу, контролировать, проверять, как решаются все те вопросы, насущные для нормальной жизни. Оценкой данного мероприятия я всегда считаю, что если происходит сообщество, тем более сообщество таких общин, которые являются, как бы, будем так говорить, основополагающими в городе Сочи, будет положительным, будут совместно решаться те вопросы, которые не могут решить в отдельности каждой из общин. И одновременно не будет никаких проблем между народом и общинами. Я думаю, это огромное положительное значение будет иметь. И как вижу в дальнейшем, я думаю, что Координационный Совет, который создан на сегодня, он будет не только координировать, он будет и стимулировать, и создавать, и помогать во всем. И всем, независимо от национальности вероисповедания. Вопросы удовлетворяют, как говоря, хозяйственную сторону. И, скажем, ну, это пища, как бы, организма. А вот культура и искусство, это духовная пища, это неразделимая от тех, о которых мы сказали в этом собрании. Поэтому и первое сегодняшнее вот это мероприятие было уместно, и это насущный вопрос. В этом плане, как руководителя футбольного клуба, в первую очередь, я надеюсь, что благодаря Координационному Совету все-таки сдвинется с мертвой точки вопрос стадиона в Лазаревском районе, там, где могли бы дети, начиная с пяти лет, заниматься, играть в футбол, растить, готовиться к Олимпиаде, готовиться к чемпионату мира 2018 года, которого мы трубим на весь мир. Сегодня ситуация такая, что от Туапсета до Гамыса в Лазаревском районе нету стадиона на протяжении 100-110 километров, который бы нормально отвечал бы современным уровням, для того, чтобы дети могли заниматься. Я же не говорю про искусственное покрытие, хотя бы то естественное покрытие, которое есть, чтобы оно хотя бы было приведено в нормальное соответствие, к стандартам. Учредительное собрание единогласно избрало президентом Союза армян в Сочи кандидата экономических наук, руководителя телекомпании ТВ-3В, корпункта ТВ-Армру, бизнесмена Тарасяна Валерия Саркисовича. Понимание у всех созрело, что сегодня идет пробуксовская жизнь в общественных организациях, и только объединившись, мы сможем более эффективно двигаться вперед, оказывая содействие и помощь не только друг другу, я имею в виду общественные организации, но и сегодня органы власти испытывают, я это абсолютно уверенно говорю, что помощь и поддержку населения. Союз греков Сочи единогласно избрал своим председателем сайториде Дмитрия Анастасовича. Идея создания объединения пришла после того, когда видно была неудовлетворительная работа всех общественных организаций, в том числе и нашей, греческой. Чтобы работать быстро, мобильно, мы пришли к тому, что нужно создавать объединение. Союз греков Сочи мы создали, создали союз армян Сочи. В последующем будем создавать Координационный Совет, который будет работать от всех общественных организаций. Наше объединение и Координационный Совет приглашают всех желающих, все могут к нам войти, и юридические, и физические лица. Будет легче работать тогда, когда мы все вместе будем работать в одном направлении, а не так, касающиеся вопроса грекам, греки одни, касающиеся вопроса армянам, армяне одни, а остальные со стороны смотрят. Как бы и неудобно, вроде бы, вмешиваться в чужие вопросы. Но чужих вопросов быть не может, когда мы живем здесь вместе, рядом, дышим одним и тем же воздухом, ходим по одной и той же земле. У всех проблемы одни, поэтому мы их делить не можем. Поэтому и пришла эта идея. Поэтому то, что сегодня будет, так скажем, организовано, единственное пожелание Координационному Совету, его председателю, чтобы действительно была эффективная работа и направленность, точечная работа, так скажем, по тем мероприятиям, которые мы с вами определили. Целью и задачу Координационного Совета является оказание помощи властям в проведении на достойном уровне Олимпийских игр, создании благоприятной межэтнической обстановки в городе и многое другое. Как опять же сказал предыдущий оратор, говоривший до этого ораторы, что сила в том, что когда нас много и когда будут чувствовать, что за нами идут люди, вот тогда будут решаться проблемы. И президент, и глава правительства сегодня кардинальные меры предпринимают в том плане, что уже досталось всех и вся, что чиновники тормозят, не дают и так далее. А это большой тормоз для развития экономики. Я вам без преувеличения скажу, 20 с лишним лет тому назад, когда был в Европе на стажировке в развитых странах, и приводили пример, что когда начинал работу, вернее начинал работу парламент Великобритании, королева Англии по традиции открывает. Она всегда начинала со слов благодарности представителям малого и среднего бизнеса, потому что в Европе, в цивилизованных странах мира, экономику, столб экономики, это мелкие предприниматели, все. Махина может рухнуть в одночасье, и останутся миллионы людей без работы. А вот мелкие предприятия, они мощный потенциал имеют в своем развитии. Прежде всего они решают вопросы социального характера. Это рабочие места, это пополнение бюджета, это уход с улицы молодежи, от наркотиков, пьянства, преступности и так далее. Представляете, какой колоссальный будет плюс нашему району и городу, что люди добились наконец-то, помогла власть, сделала доброе дело. И тогда пойдут люди на контакт, и не нужно будет ходить по домам и говорить, ну идите голосовать, да все побегут голосовать. Основой общественной организации является основой гражданского общества, а в этом вопросе Россия намного отстает от передовых стран Европы. Например, в некоторых развитых странах до 80% населения людей охвачено в различных общественных объединениях. В России это не превышает 15%. Поэтому у нас огромный ресурс в этом плане. И, как я уже сказал, это одно из направлений развития институтов гражданского общества в России. Поэтому самое главное, чтобы вот эти создаваемые структуры и общественные объединения людей имели светлые цели, ориентированные на развитие общества, социальное, культурное развитие общества. И чтобы деятельность этих общественных объединений шла на благо людей, на благо страны. И как представитель, как председатель общественной организации адыгов-шапсугов, общественного парламента адыгов-шапсугов, я могу смело гарантировать о том, что будет очень плотное взаимодействие с этими организациями. Жизнь покажет, в каких сферах, на каких мероприятиях конкретных. Но то, что мы сотрудничать будем, это однозначно, потому что мы по уставу нацелены, наша организация открыта для всех общественных объединений, любых, любого формата. И мы эту работу будем налаживать. И для этого мы готовы предоставить все свои ресурсы нашей организации, а именно вот эти помещения, которые мы сегодня располагаем. И, я думаю, вопрос будет обсужден и в нашей организации, в парламенте или на президиуме, о том, чтобы выстроить работу конструктивного статусничества с этими организациями. Я считаю, что принято очень важное решение по объединению таких крупных организаций, как Союз Армян в Сочи, Союз Греков в Сочи, Адыгахасы, общественное объединение, и Союз Казаков России. Вот на сегодняшний день самое важное, что сегодня мы достигли, это создали структуру, которая в дальнейшем перейдет в Координационный совет и которая будет решать проблемы населения города в том ракурсе, что мы сейчас отходим от национальности, как вот такой, когда определенная национальность решает свои вопросы, а когда создается Координационный совет, вот этим самым мы исключаем возможность там, ну, как сказать, авторитарности какой-то, национальности на другой. Здесь Координационный совет совместно решает задачи, помогая администрации, выступая противовесом администрации в важнейших вопросах решения проблем района, города. Весь позитив мой направлен на то, что вот это объединение, вот это создание Координационного совета, ну, хотелось бы, чтобы все соответствовало, как бы, все было направлено на то, чтобы вся работа была направлена в русле созидания, созидания и процветания наших народов. Ну, наше сегодняшнее мероприятие я целую крайне положительно, оно идет в ногу со временем, в ногу с требованием и общественности, и власти, которая наконец-то поняла, что без общества ей не прожить, да и общество безвласти не прожить. И поэтому эти рычаги общественной организации являются теми самыми, которые могут привести к положительному результату, добиться то, чего мы все хотим, каких-то проблем, каких-то решений глобальных, острых и индивидуальных вопросов у жителей. Сюзанна Тарасян, Карина Сраэлян, телекомпания ТВ-3В.